Приветики! Сегодня я буду редизайнить персонажей подписчиков. Заявку можно было отослать в мой телеграм-канал под специальным постом. В чем суть? Вы отправляли мне своего персонажа с его данными и я выбрала 6 персонажей, которым я сделала редизайн. Работ с персонажами было, мягко говоря, много, но я все же отобрала парочку для этого ролика. Но кто из вас целую книгу успел написать пока рассказывал о персонажах, хоть это и не было обязательно, но мне было интересно узнать о ваших персонажах чуточку больше. Часть со скетчем и лайном буду показывать лишь в виде спидпейнта внутри приложения. Не буду оправдываться и скажу, что я очень много думаю над скетчем и думаю в самых странных позах, а не за столом. Ну вы поняли. Потому лишь покрас будет в реальном времени. Все, теперь можем приступать, а то я так затянула со вступлением. Добавайте чаек, берите вкусняхи, а я начинаю болтать и редактировать ваших персонажей. Начнем с девочки-светлячка. Описание автора. Девочка-получеловек-полусветлячок. Лет 11. Владеет магией света. Эпоха современная. Кстати, сами спидпейнты я записывала в разное время суток, поэтому освещение от персонажа к персонажу будет немного отличаться. Началось позы. Хотелось какое-то легкое движение и некую осторожность. Вот как всякие насекомые тихо перепрыгивают с листья на листья. Я решила добавить ей крылышки, но в виде части ее одежды, а не просто сзади. Также решила оставить некую сказочность, даже несмотря на то, что эпоха современная, как и писал автор. Но в дизайне все еще прослеживаются нотки современности в плане носков, ботиночек и, возможно, шортиков. Оставила девочке ее шарик и чуть изменила ей усики на голове. Добавила украшения на макушке и поясе. Изначально хотела взять просто шарики на веревке, но приглянулась идея сделать из них жучков. Сами крылышки сделала полупрозрачными, но при этом ближе к рукам ткань более плотная, потому не особо видно, что там под самим крылом. Повесила на бедро кусок ткани, на краю которого есть полупрозрачный элемент. Если говорить о цветовой палитре, то я ее и не меняла толком. Все в желто-зеленых оттенках и, возможно, чуть оранжевого. Убувь я сделала темную, чтобы замкнуть круг акцентов, мол, сверху и снизу темные объекты. Сами же усики я решила сделать не коричневыми, а темно-зелеными и добавила светлые полосочки, как у настоящих светлячков. Как раз таки вместо просто жучков на голове и на поясе я сделала светлячку, покрасив низ ярко-желтым. Что-то я сделала белыми, так же, как и ее гольфы. Саму же шаль я покрасила в зеленый, с переходом в коричневый и желтый. Глазки я оставила зелеными, как и в оригинале, но добавила переход в желтый и добавила синий блик. Подошву туфелек я сделала светлого цвета, ведь сами туфли и так темные, а девочка сама по себе светлая, потому решилась, что оттенок туфлей и пояса будет самым темным. Я попыталась совместить фэнтези и современность, а потом получилось как-то так. Ну, а мы переходим к следующему персонажу. Врываясь к вам с обзором на новый планшет Intangbo X7, любезно предоставленный Парбла. С внешней коробкой все хорошо, единственное, что чуть повредили на почте, но это не страшно. Также пока распаковала, то случайно порезала лепесток самой коробки, переборщила я немного с нажимом. Внутри, собственно, находится сам планшет, запакованный в пленочку со всех сторон. Медитативно снимаю пленку и нахожу такую плотную картинку из неизвестного материала. Благодаря наличию выемки, картинку можно куда-то повесить на память. Перейдем к самой распаковке. Сверху лежит сам планшет, большая инструкция на китайском с одной стороны и на английском с другой. Наклеечки. Обожаю наклейки, спасибо за приятный подарок. Тряпочка для протирки и сама перчаточка. Также документик, который нужно заполнить в случае возврата планшета. Инструкция на разных языках с кайдами. Визитка Парбла. Безумно красивый стилус с небольшим диском Парбла на конце. Сами провода для планшета и мини адаптер. Поддон не снимается, проверила на всякий случай. Ну, а вдруг? Сама коробочка очень удобная, открывается легко, но при этом крышка сама по себе не открывается и предметы не выпадают из нее. На внутренней части крышки есть надпись, которая дословно переводится как «Вдохновение похлопывает вас по спине». Достаю из упаковки сам планшет. Сверху ручка настройки координат, а чуть ниже механический вертлюг с клавишей переключения функций, а также комбинацией клавиш. Прекрасный стилус, нелегкий, но и не тяжелый. И неудобный пенал в придачу. Я не сразу поняла, как положить стилус, боялась повредить, но все же справилась. А теперь приступаем к тестированию. Вставляю кабель и начинаю. Отмечу, что курсор появляется в случае, если держать стилус очень низко к самому планшету. Предупреждаю, в случае, если это будет ваш первый планшет и вы будете очень удивлены этому. И начинаю тестировать и параллельно рассказывать о планшете с технической точки зрения. Стилус имеет 8192 уровня нажатия, что, если не ошибаюсь, считается максимум на рынке планшетов на данный момент. Сам же стилус не надо заряжать вообще. Размер планшета составляет 27 на 16,5 см. Рабочая область 21,5 на 14,5 см. Планшет очень легкий, что идет в копилочку плюсов самого планшета. Также модель существует в трех цветах, а именно черном, розовом и зеленом. Если говорить о моих ощущениях, то мне очень понравилось на нем рисовать. Рабочая зона достаточно чувствительная, что не может не радовать. Меня заинтересовала поддержка андроида, поэтому решила затестить рисование и на телефоне. В инструкции было написано использовать адаптер, настроить его и прочее. Но я выбрала способ проще, хоть мне и понадобился переходник. Чтобы рисовать на планшете, надо его перевернуть вертикально, как и сам телефон. Скажу честно, рисование на телефоне мне даже больше понравилось, чем на компьютере. Тем более не нужно устанавливать никаких драйверов. Ради интереса затестила планшет и с айпадом, но ничего не получилось. Айфона у меня нет, чтобы его проверить, но не думаю, что сработало бы. Сама сборка всего обратно в коробку занимает не более 2,5 минут. Не поверите, но дальше всего я складывала именно перчатку обратно в упаковку. Сделали немного неудобно. Лучше бы разрез был по длинной стороне. Не переживайте, я потом после съемки положила наконечники в коробку. Как и говорила, коробка очень удобная и достаточно легкая, так что можете не волноваться и смело брать по поездку сам планшет. Заказать новинку Парбла можете либо на официальном сайте Парбла, либо на официальном сайте представителей Парбла в вашей стране. Вот такой вот получился обзор. Спасибо Парблу за предоставленный планшет, а мы возвращаемся к видео. Усуи. 18 лет. Современный мир. Девушка со способностью частично сменять облик на тигрины. Предпочитает всегда быть с ушами и фастом. Творческая, игривая и веселая. Часто ведет себя как ребенок. Эмоции не сдерживает и если агрессивит, то по полной. Может и покусать. Меня привлекла фраза, частично может сменять облик на тигрины. Черт, надо нарисовать ей два облика. Один обычный человеческий, а второй антра. Но я решила чуть усложнить ее тигриный образ, а именно добавить коптистые лапы вместо рук. Уши и хвост оставила. Таким образом я еще больше отделила ее человеческий вид от звериного. Лапа специально сделала большими, мол сравнение хрупкая девушка и с такой силой тигра. Возможно она может превращаться из-за эмоций, как в мультфильме Я краснее, где Мэй Мэй становилась пандой от ярких эмоций и это было не просто контролировать. А возможно Уши сама решает в какой момент у нее появляется натура зверя. С лором автора я не знакома, потому не могу судить о подобном более детально. На каждом рисунке у Уши разная одежда, потому я решила нарисовать один универсальный образ. Сделала ей более подростковую одежду, а поверх накинула джинсовую куртку, дала ей юбку и под низ дала ей велосипедки. Выбор обусловлен тем, что юбка вышла коротковатой, потому шортики снизу отлично подошли, да и поможет ее мобильности и удобству. Автор скинул еще два рисунка, судя по всему старые, где у тигрицы волосы красные, а на новых артах более розовые, потому я решила немного поэкспериментировать с градиентами. Также я сделала ей более кошачьи глаза с маленьким острым зрачком. Покрасила волосы в красный, а потом акварельной кистью чуть повозюкала, создав более сложный градиент. Тигриную часть я решила взять вот так неожиданно в розовых оттенках, а не в черных. Почему? Сложно сказать, но задумка с розовой шерстью имела больше преимуществ, чем обычная черно-белая. Розовая шерсть подходит под цвет волос девушки, да и розовая тигрица выглядит уникальнее, но черно-белая шерсть хоть и реалистичнее, но выглядит скучнее и не так связана с самой девушкой. В целом при желании можно было взять голубую шерсть под цвет глаз, но я подумала, что лучше пусть одежда будет в голубых оттенках, а шерсть розовой. Яку я сделала голубой под цвет глаз и в светлую полосочку, чтобы не перебарщивать с темным оттенком, ведь шорты и топ уже темные. Саму джинсовую куртку я решила сделать светлой и тусклой, чтобы не перегружать яркими оттенками, а также добавила потертости, а-ля самая модная. Решила сделать ей просто кеды, оставив светлый носок, а также нарисовала ей узор с розой на самой обуви. Все же сложной текстуры или узора делать не хотелось, а небольшой красный цвет снизу равновесил бы сам образ. Если говорить в общем, то мне хотелось показать на контрасте ее обычную хрупкую натуру и мощные когтистые лапы зверя, которыми она управляет. Я не стала добавлять еще один третий цвет в палитру, ведь длинные красные волосы и так перетягивают много внимания. А вот что у меня получилось, благодаря за участие. Далее у нас девушка-змея. Даленси, 456 лет, в средневековье, саркастичная женщина, любит разговаривать флиртом. Автор ничего не упоминала о приблизительном местонахождении персонажа и его национальной принадлежности, но первая ассоциация с узором платья и фоном это Восточная и Центральная Азия. Потому я решила ей нарисовать что-то похожее на кимоно, но при этом сделать его открытым, ведь Даленси больше похожа на какого-то духа, нежели на простую местную женщину. Это и к чему? Да к тому же в той же Японии по традициям не принято в открытую заигрывать и показывать открытые части тела. У них больше принято намекать, мол тут одежда талия подчеркивается, где-то видно спину чуть ниже шеи, нежели в открытую все показывать. Это я говорю о древности. Но так как она дух или монстр, то может позволить себе сбивать сталку потерявшейся путников. Ладно, может я вообще придумала то, каким персонажем не является. Этого мы не узнаем. Я дала ей в руки древнюю сигару и чашечку саке для ее образа. Дейте, не курите и не пейте. Но я не думаю, что она бы стала много пить, лишь в меру. Даленси все же кажется умной женщиной, которая всегда на чеку, но при этом может чуточку расслабиться. На шее я также оставила темно-красное украшение, как и на оригинале. Также я повесила темную веревку с украшениями не только на талию, но и на хвост, там где предположительно у нее могли бы быть колени, если бы она была человеком. И на кончике хвоста. В общем да, я переделала ей платье на кимоно. Мне не хотелось много менять в самой внешности девушку, потому я чуть позже ей дорисовала чешуйки змеи на лице, шее и руках. Сам пояс я решила сделать все же в зеленых оттенках, но не сильно ярких, чтобы не перетягивать внимание с бордового кимоно. Также я повесила ей украшения с аистом на пояс, подумав, что мне бы хотелось, чтобы элемент с аистом был не только на кимоно. Рога и цвет волос я оставила такими же. Не вижу смысла делать Даленси совсем яркой на вид. Глаза ей сделала цвета огненного опала, и такого же цвета сделала ей ноготочки. Все же женщина любит прихорашиваться. Также я подумала над узором на змеиной части, но кимоно и так перетягивает много внимания, так что решила, что это того не стоит. А редизайн готов. Спасибо за участие. Следующий персонаж. Луна Мэйл. 25 лет, наше время, русалка с чеческими ногами, прям как Ариэль из мультика. Я сделала также две версии. Одна чеческая, а вторая как раз таки подводная. Ее уши в форме полупрозрачных плавников натолкнули меня сделать ее не русалкой, а скорее сиреной. Соответственно, я также отделила две ее формы, убрав уши плавники у чеческой формы. Можно предположить, что уши бы намекали на ее происхождение и странность, но я подумала, что будет лучше все же их отделить. Цветовая палитра как раз таки идеально подходит под сирену. Русалки-то зачастую яркие и светлые, а Элона мне показалась такой более темный по тонам. Также я сразу сформировала образ такой невинной девочки в чеческой форме, такой всей утонченной, а вот форма сирены как раз показывает ее настоящую, более дерзкую, но все же элегантную. Обувь я решила не делать, ведь так и будет проще вернуться в свой подводный мир. На ноги и на голову повесила ей украшения со звездочками, и в форме сирены также добавила их на голову и на пояс в два ряда. Само платье я тоже усложнила, хоть я основу оставила как в оригинале. Часть выше груди фиолетовая, а пояс похож на корсет темный и со звездочками. Также чуть ниже рюшечки с рядом звездочек. Мне понравился принц со звездочками, все же он простой и хорошо подходит под ее образ. Да и в океанах тоже есть морские звезды, что убивает его у зайцев, делая ее образ более нежным, но при этом связывает ее с подводным миром. Часть юбка решила сделать градиентом от светло-голубого к светло-фиолетовым. Снизу также добавила рюшечки такого же цвета, как и те, что на рукавах, и снизу корсета. На платье тоже добавила снизу полупрозрачных звездочек. Если говорить о сирене, то добавила ей уши в форме острых плавников, а на голову добавила острые усики. Также я убрала все платье, кроме части прикрывающей грудь. На сам хвост поместила острые плавники, добавила градиент на хвост от темного до светлого оттенка ультрамарина и пририсовала острый узор на ее чешью по бокам. Сами узоры сделала светлыми на контрасте с темным хвостом. Саму же кожу сделала бледной, а белок глаза сделала более синим. Также сделала больше светлых пряний с внутренней части прическ. Вот такая получилась у нас сирена. Благодарю за участие. Идем далее. Не знаю критично ли, но имени у этого существа нету. Бесполый выглядит модно, плюс-минус на 16 лет. Я не знаю, можно ли это обозначить эпохой и временем, это божество. Ни злой, ни добрый, все зависит от ситуации. Такие божества, как он, не относят себя ни к хорошим, ни к плохим. Вторая картинка, типа темная версия. По классике началась с позы. Я старалась сделать так, чтобы персонаж был похож одновременно и на девушку, и на парня. Но скажу, что в конце все же мысло больше похоже на парня. Я оставила крылья на голове и древнюю тунику с пояса, на которой висит бляшка со звездой и крыльями. Оставила разрез туники, как в оригинале, но добавила снизу что-то похожее на шорты. То, не гоже без нижнего белья гонять. Вообще, я хотела на голове сделать двойные кольца, но передумала, поняв, что он закрывает половину лица. Сзади ему накинула кусок ткани. И решила добавить под глазами еще пару крыльев, чтобы сделать персонажа еще менее человечным. Добавила еще украшения на шею и на ногу. Кольцо тут головой оставила и чуть переделала его под стиль той звезды, что висит на поясе. Крылья сделала больше и сбоку сделала темную версию, о которой говорил автор. Я решила не рисовать сбоку темную версию отдельно в полный рост, как в случае с тигрицей и сиреной. Ведь тело особо и не отличается, а голова как раз таки да. И закрыла ему верхний глаз на лбу в темной версии. Одежду тоже оставила белой, но чуть позже добавила простой узор. Сделала звездочки в форме ромба на ногах. Идею с двойными кольцами я осуществила на части с крыльями хвоста. Персонаж показался мне слишком белым, потому что я сделала узор двумя полосами. Одна толще, а другая тоньше, на самой тунике. Тот же оттенок синего я использовала и для полосок на ткани на его руках. Но чуть позже передумала и сделала весь кусок шторы синим. И эти полосы сделала уже золотым, пересекаясь с золотыми украшениями и кольцами. Теперь я тоже добавила те самые две полосы, но уже светлым оттенком, чтобы синий не так выбивался и кучу синих точек не мельтешили в образе. Искусственно не давая устремить след на натуральном куске ткани на руках. И те же светло-синие полосы я добавила на все крылья, кроме хвостовых. Это ничем не обусловливается, просто подумала, что и так много полосок. Да и сделаем вид, что у него хвост не простой, не заряжен двумя кольцами. Что-то типа отдельного разума, но подчиняющегося самому божественному существу. Также я добавила ему веснушек, чтобы он все же был связан с человеком, что вот есть такая особенность, как и у людей. Глаз на лбу сделала желтым, а не белым, как в оригинале, так глаз будет на контрасте. Темная версия имеет темную кожу и крылья, темно-синие волосы и ярко-желтые глаза, нагоняя небольшой дискомфорт. Сам зрачок черный, а не голубой. Также закрыла глаз на лбу и добавила желтых глаз на кольцо. Готово, переходим к последнему персонажу. Имя Джевилл. Бодраст 45 лет, для демонов это как 25 человеческих лет. Раза смешанная. Демон частично переверта, может менять лицо, как ему вздумается. Сеттинг – обыденность. Обычная одежда. Характер – заботливый, гиперактивный, добрый и меланхоличный. Но на публике пытается быть душой компании. Начала с уверенной, но спокойной позы. Моя первая мысль была такой. Он обязательно должен быть в официальном костюмчике. Хотела сделать ему образ невозмутимого, галантного джентльмена. Форму головы я изменила, сделав ему пустой череп с околокристальными рогами. Все же он демон, потому он должен выглядеть пугающе. Но я отказалась от идеи чудака с козлиной бородкой и хвостиком. Так что форма черепа была лучшим решением. А уши сделала ему заостренными. Дала ему рубашку с галстуком и накинула жилетку поверх. Закатала Джевилл рукава на рубашке, а на плечи накинула само пальто. Штаны сделала прямыми и чуть в обтяжку. И сделала подкат концов у каждой штанины. И дала ему элегантные туфли, а-ля одеться галочки. В этом этапе поняла, что Джевилл буквально выглядит как седоним фразы адвокат дьявола. Ведь он одет официальный, при этом вид вид невозмутимого парня. Голоса на голову я решила не добавлять. Все же в оригинале он тоже лысый. Рога оставила как самый яркий элемент. Ведь именно на них акцент. Рубашку сделала светлой, но не белой. Все же Джевилл темный по тону. Галстук такого же цвета, как и пальто. А сама жилетка хоть не темная, но все же фиолетовая. А подошву темной, замыкая круг темных оттенков сверху и снизу. В конце добавила ему ярко-фиолетовые точки внутри глазниц. А то темные глаза смотрели совсем скудно. Пуговицы оставила золотыми, как и в оригинале. Подумала, что для образа имеет смысл добавлять кучу разных цветов. Потом сделала все в одном розово-фиолетовом оттенке. Лишь как раз пуговица отличается от основной палитры. В целом, внешность не мешает ему быть добрым со своими близкими. И при этом оставаться меланхоличным. Он все же демон. Но судя по задумке автора, он не коварный. И хоть и выглядит немного устрашающе. Все же должен оставаться образ демона среди его особенностей. А я буду заканчивать. Последний персонаж готов. В конце я сделала сюрприз и отправила авторам их персонажа с редизайном в личку, чтобы увидеть их реакцию. Но я попросила не упоминать авторов о редизайне от меня в соцсетях, чтобы поддержать интригу. Офигеть! Я очень рада, что попала в то видео и мне понравился редизайн. Особенно понравилась дизайнер-накидка. Оу, получилось очень даже шикарно. У тебя получилось передать ее бойку и натуру во взгляде. И способность к частичному перевоплощению в тигра. И прическа получилась прям ее. Кстати, интересный факт. Когда она подвергалась редизайну, и я делала ей прическу, я вдохновилась твоими персонажами, Авророй и Астрой. На тот момент в инстаграме. Боже, я просто поверить не могу. Это реально великолепно. Я таю. Приветик, это потрясающе. Я вообще не думала о том, что мой персонаж попадет в видео. Хотя, по последнему посту со спойлером, я задумалась о том, что юбка и ноги напоминают мне моего персонажа. Видно, что благодаря тебе, мой персонаж выглядит более утонченно и изысканно. Больше деталей. Да и вообще, вон какая красотка стала. Это очень красиво. Спасибо. Ты очень классный художник. Я очень люблю тебя смотреть. Инстантный канал со звуком уведомлений твой. Ты чудо. Спасибо. Я не ожидала, что его можно сделать таким крутецким. У меня у самой не хватало фантазии касательно того, что можно было бы добавить. Но этот вариант прекрасен и очень мне нравится. Новые детальки и правда его улучшили и сделали образ интереснее. Спасибо. Вы мне очень помогли. Короче говоря, я залипла. А также ввел с собой сообщение с отзывом на последнего персонажа. Слушай, не знаю, про что это или нет, но надеюсь, что да. Короче, по поводу моего персонажа. Я, честно, не ожидал, что это видео, потому что он у меня еще не до конца прописан. Хоть это мой маскот и все дела. Он как бы все равно такой, типа, там вселенная прописывается, переписывается, прописывается, все дела. Но вообще, получилось интересно. Я даже не знаю, что говорить, потому что я в шоке вообще. Потому что, ну, я тебя смотрю там, наверное, или не год, наверное, что-то. Какой-то видос там был, я не знаю. Давно это, на самом деле. Давно еще смотрю, мне еще раз этот контент. Я просто приколзал, анкету кинул. Я вообще там что-то с утра сидел, завтракал, просто накидал с головы вообще. Она пишет наш мой маскот. В принципе, получилось у тебя реально здорово и интересно. Очень классное переосмысление. Мне прям нравится. Я, типа, я и думал, что если ты получаете арт, то только за деньги. А тут, типа, бесплатно. Я не знаю, что, типа. Короче, Аврора, спасибо тебе большое. Мне все очень нравится. Спасибо за приятные слова. Можете смело пользоваться редизайнами ваших персонажей. Мне было безумно приятно услышать все ваши отзывы. Спасибо большое за участие еще раз. Мне очень нравятся все ваши дизайны, даже до моих изменений. Также я прикреплю примеры персонажей из поста, которым я бы ничего не изменила. Ведь они уже и так детализированы, а мне бы не хотелось еще больше нагромождать персонажей. Ну, а менять под корень особо нечего. Все потрудились на славу, а под постом остался еще не один десяток персонажей, которые меня заинтересовали. В общем, ждем вторую часть. Если дальше от редизайна, то у меня скоро будет масштабный переезд, потому новых видосов не ждите в ближайшее время. Чтобы быть в курсе самыми первыми, то обязательно заходите в мой телеграм-канал. Там рассуждения и приколюхи. Ну, а также поддержка меня в виде покупки рекламы и заказов. И прочее, чтобы студент Светлана Аврорана покушала. Личку можно найти в описании канала. Личка всегда открыта, писать можете в любое время суток. Спасибо за просмотр. Пишите о том, какой дизайн вам понравился больше всего. Я их люблю и пока-пока. Фондю любит тебя! Субтитры создавал DimaTorzok